Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной. Польские протестующие начали более жесткое ограничение движения транспорта на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Телеграм. В частности, польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Медика Шегини». Срок завершения такого блокирования не сообщался. Возле пункта пропуска «Долгобичев-Угринов» протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17 часов 20 февраля. С 13 часов до 16 часов польские протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях пограничного пункта «Засину-Стиук». При этом они обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью. До 21 часа 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Корчево-Краковец» на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно. Также поляки с 13 часов 20 февраля полностью заблокировали движение на пункте пропуска «Гребенья-Рава-Русская» в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь. До 19 часов организаторы польских протестов намерены полностью заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин» в обоих направлениях. Блокада границы. Польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам. 19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта, что происходит на Украино-Польской границе, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.